Сегодня поговорим о кухонных вытяжках. Начиная от телескопических, которые встраиваются в мебель, более модные наклонные и стандартного построения. Это купольные, Т-образные, по дизайну отличаются. Они имеют разную мощность, продуктивность ее исчисляется в метрах кубических в час. Самые дешевенькие варианты будут иметь мощность 320 метров. Модели более мощные, более профессиональные, дорогие, там 1200-1500. Есть модельки брендов китайских, в которых замер происходит немножко по-другому. Бренды нормальные замеряют не на вот этом месте, не на самой сетке, а замеряют после полтора метра, угол и еще полтора метра. И когда у тебя на китайской вытяжке написано 750, а в реальности ты слышишь немножко другое, то бренды, которые следят за своим именем, и ты включаешь здесь, ты чувствуешь ветер, а когда на месте установки будет то же самое, аналогичное, продуктивность не теряется. Под газовый, под электро разный расчет идет, где-то площадь вашей кухни на потолок, и умножается, умножается на 12, это на газовую, на электро на 10. То есть в среднее на нашей кухне хватает 550-600 метров кубических. Это достаточно, единственное, что это при условии, если замер был проведен именно правильным образом, то есть не на сетке на входе, а уже на выходе. Далее это наклонная у нас вытяжка. Здесь очень красивые, новомодные, это по дизайну, внешнему виду, угол наклона. Здесь воздух захватывается ни снизу, ни сверху, ни равномерно. Здесь будет уже площадь захвата более равномерная, то есть захват будет более честный. Т-образные, купольные, они будут просто легче в эксплуатации. Меньше моментов, где тут что-то крутится, что-то двигается. Еще есть модель, которая будет на пульте с поршнем, которая потом удаленно сама открывается, сама закрывается, автоматически включается, если понимает, что под ней находится огонь, либо тепло. Это у нас декоративная накладка. В основном она в рабочем сцене, открытом сцене, чтобы открыть сетку, решетку, за которой расположен у нас двигатель. Разные мощности на разных модельках, все же чем дороже, тем двигатель мощнее. И, понятное дело, расположено освещение тоже нескольких видов. Самые простенькие модельки, это будут лампы обычного накаливания. В модельках более экономичных будет использован LED-освещение, которое меньше жрет электроэнергии, там 3-6 Вт, при этом выдача у них по 60-75 Вт. В основном все вытяжки идут на отвод, то есть это на внешнюю систему кондиционирования дома. Есть модельки, которые идут на рециркуляцию, которые воздух просто фильтруется и выдает опять в комнату. Это если невозможно подключиться к системе, либо к фасаду. По ценовой политике самая стартовая это будет около 1000 гривен до этого обычного построения. Про максимальный ценник пока лучше умолчу. Средняя цена 2-3 тысячи гривен будет. Это на нормальную вытяжку, которая будет хорошо работать на все показания.